Иное измерение русской культуры Семен Яковлевич Надзен На заре туманной юности Рассказ Читает Евгений Бразуль-Брышковский Скажи, пожалуйста, любезный, как пройти к Египетскому мосту? — К Египетскому-то? — Да, к Египетскому. — Это что, на фонтанке? — Да. — К Египетскому. Еще раз повторил дворник, точно недоумевая, зачем это барину понадобился Египетский мост. — Да так и пройди. Все прямо мимо театров, а там своротишь направо, на мост и опять-таки прямо. А как выйдешь на Могилевскую, так тебе тут и есть Египетский. — Цепной, значит, мост. — На Могилевскую? А Могилевская где? — Могилевская-то? — Да. — А вот как ты, значит, свернешь направо, по Катеринговскому, тут тебе первая улица налево, и будет Могилевская. — А, спасибо. Спрашивающий сделал несколько нерешительных шагов вперед и опять обратился к дворнику. — Значит, теперь прямо мимо театров? — Прямо, прямо, а там направо, на мост! — толковал ему дворник вдогонку. Он прибавил шагу. Это был высокий, худощавый юноша, одетый в форму военной гимназии. На вид ему можно было дать лет шестнадцать. — Столбовцев! — окликнул его сзади чей-то веселый юношеский голос. Он обернулся. За ним вдогонку спешил быстрыми шагами его товарищ по классу Аксентьев. Он остановился. — Куда это ты стремишься? — еще издали кричал он. — Я смотрю, кто это рассуждает с дворником. Неужели наш тип? Чистенький такой, башлык так аккуратно лежит. Как это ты сподобился? — Вон и перчатки свежие! — говорил он, пожимая своей широкой рукой с толстыми красными пальцами тонкую руку Столбовцева, действительно зашитую в свежую замшевую перчатку. — Э, батюшка, тут целая история. — Ты куда? — Проводи меня, а я тебе расскажу, — отвечал Столбовцев. — А ты куда? — Я к Египетскому мосту. Да пойдем, все узнаешь. — Мне бы еще нужно на Невский забежать, — отнекивался Аксентьев. — Инструменты физические посмотреть, картины. — Тебе смотреть картины? — Ты будешь картины смотреть? — с комическим ужасом воскликнул Столбовцев. — Ты, враг искусства, математик и философ, будешь смотреть картины? Аксентьев, ты ли это? — Стыдись! С добродушных румяных губ Аксентьева сбежала улыбка, и в его больших серых глазах вспыхнул огонек оживления. — Вот ты опять чепуху городишь! — горячо заговорил он, принимаясь шагать с приятелем по направлению к театрам. — Кто тебе сказал, что я отрицаю искусство? — Кто тебе это сказал? — Из того, что я не люблю Пушкина, нельзя еще этого заключить? — Ведь я тебе вчера доказывал, что я люблю природу. — Ведь вчера ты сам согласился со мной! Столбовцев не возражал. Он знал, что, если только он станет возражать, спор опять затянется на неопределенное время, как всегда случалось, когда он спорил с Аксентьевым об отвлеченных предметах. Ему хотелось рассказать о себе. — Ну ладно, — перебил он. — Ты, брат, лучше послушай, какое я чудо отыскал. И он начал рассказывать ему, что случилось с ним вчера вечером. — Ты знаешь, Дороженко, ну вот этот маленький гимназистик второго класса, который болен коклюшем, я тебе его показывал. Ну так, слушай. Как-то я спасался от геометрии в лазарете. Скука смертельная, а тут еще разные думы лезут в голову. Просто хоть на стенку лезь. От нечего делать я и пошел бродить по камерам. В одну из них набрел на мальчуга на лет двенадцати. Мне бросилась в глаза его умная, раскрасневшаяся от лихорадки личика с высоким лбом, на которую упали мокрые русые волосы и, главное, ручки, худенькие, нежные, с тонкими пальчиками, выпростанные из-под одеяла и так беспомощно лежащие по бокам. Я не знаю, замечал ли ты, но на меня эта беспомощность ужасно действует. Мне становится так жалко человека, что я с первой минуты люблю его как брата. Ну, я подсел к нему на кровати и разговаривался. Оказалось, что он мальчик очень неглупый, начитанный, скромный. Он не бьет тебе в глаза развитием, не навязывается, а только, как бы это выразить, поддается тебе, понимаешь? Я начал расспрашивать его о семействе его. Он мне рассказал, и я из его рассказов узнал, что у Дороженко собираются все знаменитости музыкального и литературного мира, что у него есть отец, мать и сестра, что мать бы давно к нему приехала, если бы сестра также не была больна. Между прочим, он попросил меня написать его матери, у него была сильная лихорадка, и сам он не мог, чтобы она не беспокоилась, что у него ничего особенного нет, но все-таки, что если возможно, так приехала бы. Я написал. В ответ получил он письмо от сестры, которая пишет, что она поправляется, что мама приедет через неделю в субботу и непременно. Хочет со мной познакомиться и лично поблагодарить за участие, которое я принимаю в ее сыне. Надо тебе сказать, что я все время ухаживал за ним, приносил ему книги и читал ему все такое. Наташа, между прочим, пишет, что она сердита на меня за то, что я... не окончена. Читано по изданию. Полное собрание сочинений Семена Яковлевича Натсона под редакцией Марии Ватсон. Том 2. Петроград, издание «Товарищество Маркс», 1917 год.